На стадионе центра Югспорт продолжаются тренировки сборной Бразилии по футболу. А тем временем база не закрыта для остальных спортсменов. У одних сборы только начинаются, у других заканчиваются стадионы, рядом море, универсальные тренажерные и спортивные залы. Все для того, чтобы спортсмены могли готовиться к соревнованиям международного уровня. Сочи стал уже постоянной базой для теннисистов. Это сборная команда по настольному теннису юниорская, до 15 лет и другой состав до 18 лет. Тренеры называют их звездами, лидерами Европы. Двухнедельные сборы начали с активных занятий. У нас здесь достаточно спаррингов, тренеров и условия замечательные. Мы рассчитываем на золотые медали, так как в прошлом году мы выиграли 17 медалей, из них 7 золотых. То есть это был на сегодняшний день абсолютный рекорд. А готовятся спортсмены к первенству Европы по настольному теннису. Оно пройдет в Румынии с 14 по 24 июля. В марте этого года москвичка Мария Тайлакова на молодежном чемпионате Европы в Белоруссии стала первой. Второе и третье место тоже завоевали наши россиянки. У них и сейчас настрой боевой. Цели самые высокие, вот это выиграть. Я думаю, что я готова хорошо и настроена тоже. А вот сноубордисты в Сочи восстановительные сборы завершают. Сегодня у них последние занятия в тренажерном зале. И вся сборная команда по сноуборду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата улетает за границу. Особенность какая-то. Идет больше такие более лайтовые тренировки у нас. Больше работаем над функциональными, повышением функциональных возможностей. Здесь чисто идет УФП. Дальше вот мы едем в Австрию, там уже у нас будет снег, ледник. Там уже будем кататься, уже больше будет специфической подготовки. Спортсмены готовятся к ноябрьскому Кубку мира. Правда, пока еще не знают, допустят ли их туда из-за санкций. И под каким флагом им придется выступать под российским или опять нейтральным. Тем не менее, говорят, что в любом случае должны быть во всеоружии. Елена Авсеевна, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.